приветствую друзья я виталий портников эстония стала первой страной европейского союза отказавшийся выдавать шенгенские туристические визы гражданам российской федерации очевидно что эстония не останется в одиночестве ведь с призывами отказывать гражданам российской федерации выдачи туристических визы выступили и руководительница правительства эстонии кая калес и премьер-министр финляндии госпожа марин и очевидно что это не просто точка зрения отдельных политических деятелей ведь на западе в отличие от все той же россии политики ориентируются на общественное мнение они на собственные прихоти и что видят жители стран европейского союза в те дни когда их телевидение ежедневно рассказывает о массированных ракетных обстрелов украинской территории а гибели мирных жителей о миллионах граждан украины которые вынуждены спасаться от войны в странах европы они видят беспечных россиян которые приезжают в туристические поездки понежиться на на летнем солнышке посмотреть достопримечательности европейских столиц или даже выступать с заявлениями политического характера когда они оказываются рядом с митингами украинских беженцев той или иной европейской ки стране они видят людей которые готовы поддерживать репрессивные я человеконенавистнический режим владимира путина не только в собственной деградирующей стране но и в странах которые их принимают совершенно очевидно что есть и другие граждане российской федерации пусть они и в меньшинстве эти граждане российской федерации с презрением относятся к путинскому режиму и собственным соотечественникам которые стали основой существования этого режима и поддерживают его агрессивную политику но таких людей киева первых не так много а во-вторых очевидно что им приходится делать простой выбор ведь совершенно не нужно жить в нацистской стране и отвечать за ее многочисленные преступления и если люди которые не поддерживают путинские режимы хотят покинуть российскую федерацию они разумеется как правило это делают не по туристическим визам есть уже соответствующие гуманитарные программы которые принимаются рядом правительств западных стран и предусматривают помощь общественным активистам журналистам и просто людям которым грозит теперь даже тюремное заключение если в социальных сетях они позволяют себе сказать правду о преступлениях российских вооруженных сил и российского правительства а если ты предпочитаешь не замечать того что живешь в стране преступников если ты одобряешь деятельность президента российской федерации владимира путина если ты не считаешь российских военнослужащих преступниками то возникает вопрос а что тебе делать в цивилизованном мире ведь такого рода мировоззрение является мировоззрением жителя авторитарного государства добровольно желающего находиться в клетке и из этой клетки угрожать всему остальному цивилизованному ми вне всякого сомнения туризм эта часть экономической активности цивилизованные страны уже предприняли целый ряд санкционных мер против российской федерации направленных на крах ее экономики и этот крах необходим для того чтобы прекратить преступления путинского режима россия просто должна перестать справляться со своими обязательствами как государство она должна рухнуть буквально на головы и самого владимира путина и тех россиян которые поддерживают его преступный режим никакой другой возможности решить проблему с войнами на постсоветском пространстве попросту говоря не существует даже если мы рассчитываем на то что украинская армия выгонит российских захватчиков со своей территории что война прекратится что россии придется уйти с оккупированных украинских территорий потеряв здесь значительное количество живой силы и техники это не значит что уже через несколько месяцев война не начнется какой-либо другой бывшей советской республики ведь основная цель владимира путина это отнюдь не только оккупации украинских земель и присоединение их к российской федерации основная цель владимира путина и его окружение это оккупация всех бывших советских республик так сказать ликвидация ошибки 1991 года, когда комитет государственной безопасности СССР не смог ничего противопоставить воле народов к свободе от тюрьмы народов, которой всегда, всю свою отвратительную историю была Российской империей, и которой еще в большем и в более кровавом смысле был большевистский Советский Союз. Но комитет государственной безопасности не смирился с этим поражением. На протяжении многих лет его сотрудники делали все возможное, чтобы полностью завоевать власть в России, установить монополию на средства массовой информации, на экономику, не говоря уже о силовых структурах и правительственных возможностях, и после этого начать то, ради чего они к этой власти приходили. Отнюдь не только воровать, отнюдь не только грабить, но прежде всего оккупировать, прежде всего изгонять с территории бывших советских республик тех людей, которые не считают себя русскими, или не считают свои страны частью русского мира. И да, российских чехистов ничто не остановит, если даже речь будет идти об изгнании или об уничтожении миллионов людей. Когда исправляешь ошибку, своих предшественников не имеют никакого значения человеческие жертвы, имеют только значение результат. Владимир Путин хочет уйти из большой политики не президентом Российской Федерации, а президентом восстановленного СССР. Возможно, без Латвии, Литвы и Эстонии, потому что Путин будет опасаться ядерного столкновения с цивилизованным миром. А может быть, он решит, что и это не страшно, если речь идет о восстановлении границ 1991 года, и можно рискнуть ядерным сражением. Мы не знаем, что в голове у российского президента, мы не представляем себе уровень психопатии, господствующей в головах самого Путина и его соратников. Но можем себе уже представить, как это психическое заболевание ухудшается с каждым днем, хотя бы по телеграм-постам бывшего российского президента Дмитрия Медведя, который совсем на днях был в Луганске отнюдь не с террористическим и не с террористическим визитом, а с целью подготовки оккупированных территорий к присоединению к Российской Федерации. Так вот, возникает вопрос, нужны ли цивилизованному миру все эти туристы. Если россиянин, который хочет бороться с путинским режимом, или хочет хотя бы нормальной человеческой жизни вне границ террористической федерации, хочет уехать из России, ему в этом важно содействовать. И для этого необходима целая цепь гуманитарных программ. Если человек, который является неотъемлемой частью бандитского режима Владимира Путина, финансирует бандитский режим Владимира Путина, соглашается с теми действиями, которые проводят российские вооруженные силы на территории Украины, или, по крайней мере, пытается эти действия не замечать, то в конце концов его распоряжение есть огромная страна, сама Российская Федерация. Есть дружественные России авторитарные государства, которые сейчас делают все возможное, чтобы Россия победила в этой борьбе с цивилизованным миром, которые ставят на победу диктатур против демократии. И таким образом, да, совершенно не обязательно, если ты турист, теперь посещать Таллинн, Хельсинки, Париж, Берлин, Лиссабон, Канары. Но можно отдыхать на Байкале. Можно получать удовольствие от летнего солнца в Сочи, одновременно просматривая телепрограммы российских пропагандистов, Киселевых, Соловьевых, Симоньян и прочие нечисти. Можно получать визы для туристического отдыха в Китайской Народной Республике, стране, которая продолжает закупать нефть у России, и таким образом помогает путинскому режиму избежать санкций. Можно ездить в страны постсоветского пространства, все еще остающиеся фактически сателлитами российского режима. Отдыхать там. Никто не мешает россиянам жить в том уродливом мире, который они так приветствуют. А тем, кто не хочет быть частью этого мира, нужно, во-первых, оказывать сопротивление, когда вооруженные силы этого мира на тебя нападают и делать все возможное, чтобы российские солдаты не были туристами в Украине. Или не пускать к себе туристов из агрессивной страны. Нечего им делать там, где уважают саму человеческую жизнь. Двери должны закрыться. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, и на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты, пользуйтесь функцией спонсорства на самом YouTube. Мира вам!